Здравствуйте! Это СтопФейк, программа о пропаганде. Меня зовут Руслан Дениченко. Мы стараемся помочь вам не утонуть в море лжи и потоках манипуляций в масс-медиа. Телевизионная пропаганда — это не только новости. На российском телевидении она проникла во все жанры — кино и сериалы, музыку, развлекательные передачи, ну и, конечно же, всевозможные ток-шоу. Сейчас большинство вранья информационных вбросов осуществляется именно через эти бесконечные обсуждения в студиях федеральных каналов. Почему именно так? Объяснение очень простое — это дешево и эффективно. Да и за вранье не нужно отвечать. Как правило, звучит оно не от журналистов, а от гостей. И всегда можно сказать — мы ни при чем. Мало ли что в эфире болтает какой-нибудь Жириновский? Мы же не можем запретить ему говорить. Для того, чтобы ложь выглядела достоверной, на эфиры приглашают людей с как бы разными точками зрения. Для баланса, так сказать. Но означает ли это, что зритель действительно получает объективную информацию? Возьмем одно из самых известных ток-шоу «60 минут». Оно выходит в эфир два раза в день с понедельника по пятницу. Неизменный ведущий — муж и жена Ольга Скобеева и Евгений Попов. На этих ток-шоу постоянная тема для обсуждения — Украина. Недавно я увидел среди гостей этой программы бывшего депутата Верховного Совета Украины Владимира Цибулько. Я с ним знаком и, признаюсь, увидев в московской студии канала «Россия», немало удивился. Я считал очевидным, что ходить на пропагандистские ток-шоу — это дурной тон. Я не поленился, взял секундомер и посчитал, сколько времени для изложения своей точки зрения в этой программе дали украинским гостям. Так вот, за все время эфира Владимир Цибулько говорил чуть более двух минут. Но лишь 9 секунд его не перебивали и не перекрикивали ведущие или оппоненты. Еще раз повторяю — 9 секунд. А остальное время диалог выглядел как-то так. — Попробуйте, мы тогда быстро разрешим российско-украинские отношения. Я не знаю, что мы будем с вами обсуждать, но вопрос будет закрыт навсегда. Но это Владимиру Цибульку еще повезло — его просто перебивали и перекрикивали. Других так называемых украинских экспертов могут вообще выгнать из студии, унизить или даже побить. Вот как и ведущий канала «Россия» Сергей Михеев. — Помолчите, я вас выведу отсюда. Идите в жопу отсюда. Ясно? Нет? Все. Свободен. Свободен, я тебе говорю. Свободен. Все. — Опа, это смешно, понятно. — Я говорю, свободен. Понял, нет? — Голодомор. — Мне это надоело. Стоит, что-то бубнит, бубнит украинский философ на. Напротив, ведущие и гости студии, представляющие правильную точку зрения, всегда имеют достаточно времени, чтобы высказаться. Их не перебивают, они говорят аргументированно, апеллируют к эмоциям. То есть к концу эфира у зрителя никогда не остается сомнений, кто в этой дискуссии прав. Украинские эксперты выполняют в этих студиях роль декораций, как стулья, как какая-то мебель. Те, кто ходит на такие эфиры, говорят, что хотят, мол, донести свою точку зрения до аудитории, убедить оппонентам. В самом деле? За 9 секунд? По-моему, это как ввязаться в игру с базарными наперсточниками и надеяться на победу. Или садиться играть в преферанс с шулерами. Для некоторых, наверное, такие поездки в Москву — возможность заработать денег. Вот, кстати, завсегдата эфиров на российских телеканалах Вадим Трюхан. Он всегда исполняет роль такого себя мальчика для битья. Вот как в своей программе на него орет пропагандист Соловьев. Я всегда удивлялся, как этот Трюхан умудряется чуть ли не ежедневно ходить на всевозможные ток-шоу в Москве. Как его с работы отпускают. Но оказалось, что нет у него никакой работы. Да, он безработный. По крайней мере, когда Трюхан принимал участие в парламентских выборах в Украине, именно такую информацию о себе он подал в ЦВК. Но этот факт не смущает российских пропагандистов. Они без тени сомнения и дальше приглашают украинского безработного в свои эфиры. На них он якобы представляет украинскую точку зрения. Парадокс? Нет, все логично. Задания подобных ток-шоу не помочь вам разобраться в том, что происходит на самом деле. Не проанализировать события. Не дать вам максимально полную и сбалансированную информацию для размышлений. Их цель – повлиять на вашу позицию, склонить вас к их точке зрения. Поэтому наш совет. Если вы и смотрите подобные передачи, воспринимайте их как шоу, как зоопарк или цирк, где выступают диковинные звери. Медведи на мотоциклах. Британский телекоммуникационный регулятор Авком оштрафовал российскую пропагандистскую телесеть RT на 200 тысяч фунтов. Кроме этого, канал обязали сообщить своим зрителям в эфире, за что именно он наказан. А поводом для таких санкций стало содержание программ российского государственного вещателя. В опубликованном на сайте Авком документе говорится, что речь идет о событиях прошлого года. Эксперты проверили, как RT освещал дело об отравлении Скрипалей и войну в Сирии. Оказалось, что телеканал как минимум в семи случаях нарушил стандарты профессии, а именно требование сообщать новости с должной точностью и беспристрастностью. Руководство RT, естественно, все эти обвинения не признает и обещает обжаловать. Мы с вами только на прошлой неделе вспоминали, чем на поприще вранья и манипуляций прославился этот канал. Это была программа StopFake. Больше новостей, обзоров и аналитики на нашем сайте stopfake.org. Подписывайтесь на наши каналы в YouTube, Facebook и Twitter. Не забывайте присылать нам на проверку подозрительную информацию, которую видите по телевизору или прочитаете в интернете. Я, Руслан Дениченко, прощаюсь с вами до следующей недели. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok